Казань Казань Это средства фонда содействия реформированию ЖКХ из республиканского бюджета, деньги муниципалитетов и самих жильцов. К слову, от собственников на это дело пойдут более 2 миллиардов рублей. На неделю опубликовали официальные данные о доходах депутатов и их семей. Согласно им, самым богатым стал заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию и аграрным вопросам и Сурса Фиулин с 27 миллионами рублей. На первую позицию он оказался за счет заработка супруги в 23 миллиона рублей. Все отчеты в подробностях можно найти на сайте Государственного совета республики. Уточню, их опубликовали лишь те парламентарии, что трудятся в госсовете на постоянной основе. А вот в списке богатейших бизнесменов страны по версии журнала Forbes есть 5 татарстанцев. Так, ближе всего к лидерам на 96-м месте председатель совета директоров группы ТАИФ Рустам Сультеев. Строкой ниже гендиректор той же компании Альберт Шигабуддинов. Издание оценило их состояние в 1,15 миллиардов долларов на 104-м и 105-м местах. Соответственно, глава ТАТ-Автодора Айрат Шаймиев и член совета директоров ТАИФ Радик Шаймиев. Еще один татарстанец Алексей Семин на 116-й строчке престижного рейтинга. Меморандум о сотрудничестве с Чехией подписало правительство республики в понедельник в Праге. Там прошел чешско-татарстанский бизнес-форум. Товарооборот между Чехией и республикой в минувшем году вырос и сегодня Чехия один из активных партнеров Татарстана. Потенциал для развития есть. О проектах республики в области производства и высоких технологий рассказал Рустам Миниханов. В Праге президент встретился с министром промышленности и торговли Чешской республики Мартином Кубой. Говорили о развитии сотрудничества. В этом году на поддержку животноводства у Москвы выделят регионам 60 миллиардов рублей. Решается вопрос о выделении еще 42 миллионов рублей дополнительно. Об этом стало известно на видеоконференции Дмитрия Медведева с регионами. С 2008 по 2012 год на поддержку сельского хозяйства направили 110 миллиардов рублей. Увеличилось производство скота и птицы. Растут цены на корма и это в сочетании с вступлением России в ВТО поставило сельхозпроизводителей в трудное положение. Дмитрий Медведев попросил региона отчитаться о мерах поддержки. Московские и челнинские бизнесмены нашли друг друга. На неделе в Автограде были подписаны около 100 соглашений о сотрудничестве со столичными предпринимателями. Там прошел бизнес-форум. Проект направлен на то, чтобы установить взаимовыгодное производственное торговое партнерство представителей двух регионов. Живя в Москве, мы как бы живем в замкнутом мире и не понимаем, что требуется потребителю. И выпуская продукцию, мы выпускаем ее так по своему видению. А посещая города, ты уже напрямую общаешься непосредственно с людьми, которые дают обратную связь. В скором времени ожидается снижение цен на бензин. Связано это с тем, что биржевые цены на нефтепродукты идут вниз. Кроме того, отмечают эксперты, есть еще один фактор. Сейчас в России скопилось рекордное количество запасов топлива. По данным Минэнерго, на НПЗ и нефтебазах хранится около 2 миллионов тонн товарного бензина. Причиной называют массированные поставки в Россию белорусского бензина. В Казани, впрочем, пока цены на бензин держатся без изменений. Тенденция по дизельному топливу сохраняется. По этому пункту цифры снова уменьшились. Это все деловые новости.